И всем привет! Сегодня у нас на обзоре RG350. Вот такой вот сверток пришел ко мне сегодня на почту. Я удивился, потому что это, наверное, самая большая посылка самой новой консоли с Алиэкспресс. Предлагаю долго не затягивать и приступить к распаковке. Ну что, поехали скрывать наш пакет. Внутри вроде бы обычная коробочка. Эх, мечты, мечты. Слегка задел даже ножичком. Вот так у нас выглядит коробка. Спереди у нас сама консоль, модель номер RG350. Компания Anbernic. Внизу у нас консоль снизу. Клавиша на консоли. Комплектация консоль, зарядный кабель, инструкция. Цвет у меня черный. Ну и здесь основные характеристики консоли. Это 3,5-дюймовый экран с разрешением 320 на 244 к 3. Процессор здесь новый. Jet Z4770 1 ГГц. Оперативной памяти 512 МБ. И карта на 16 ГБ. Поддержка Type-C, индикаторы, стерео, динамики. Аккумулятор 250 000 мАч. И производитель заявляет 6 часов работы. Также поддерживается карта объемом до 64 ГБ. Здесь у нас сверху сама консоль. К ней мы перейдем позже. И под ванночку у нас находится кабель для зарядки. И, как и обещано, инструкция. Как всегда, представляет себя Вот такой вот формат на английском и китайском языке. Попробую скан ее выложить в группе. Поэтому подписывайтесь на группу ВКонтакте. Скоро там будут сканы и инструкции. Ну а теперь самое интересное, мы переходим к самой консоли. Достаточно увесистая штука по сравнению с тем же LDK. Стики с поддержкой нажатия. Сами стики какие-то матовые. Спереди у нас кнопка Select Start ABYX Крестовина И 3,5 дюймовый экран Сверху у нас кнопки L2 Сверху у нас кнопки L1, R1, L2, R2 USB выход HDMI выход Audio, Video выход и выход на наушники И выход Type-C 2 Снизу у нас два стереодинамика, как нам сказали Слот под карты памяти Кнопка включения, кнопка регулировки громкости и кнопка сброса С левой стороны у нас ничего нет, с правой тоже И сзади у нас защитная пломба стоит Видимо, какая-то гарантия может быть есть Указание модели, фирма Карта памяти здесь вставлена Она здесь на 32 гигабайта Ну что ж, включаем, пробуем Стики довольно приятные Кнопки нажимаются, но не особо, как, так сказать, отзывчиво Включаем нашу консоль Покрытие экрана матовое Я не вижу здесь, есть ли защитная пленка На экране Углы обзора, в принципе, стандартные Для консоли с Алиэкспресса Ничего нового Воздушная прослойка есть Также в вкладке здесь есть эмуляторы Игры, настройки Приложения Ну и все Переключается довольно плавно Видимо, поменяли здесь оболочку И давайте зайдем в настройки Билд здесь 14 сентября 2019 года То есть, вот практически, как она появилась На Алиэкспресс Сразу выпустили и билд Игры, которые здесь встроены В принципе, все стандартные Здесь добавился OpenSonic Пазлтоп Наверное, здесь Опять же, одной из самых больших коллекций игр Итак, спустя какое-то время Я уже обновил себе прошивку Билд изменился на 21 октября 2019 года Было много чего добавлено И, в частности, обновился эмулятор PlayStation 1, где были добавлены стики То есть, до этого эмулятор работал без Определение аналоговых стиков И, соответственно, не подключались они к нему Процесс обновления здесь, конечно, не слишком простой Нужно будет вскрывать консоль Заднюю крышку Четыре болта И под ней уже находится флешка На которую, соответственно, вы уже ставите Скачанный образ прошивки Обещаю добавить прошивку через приложение Как будто вы установили Но пока Пока это не налажено Вообще радует, что китайцы не забрасывают Вообще радует, что китайцы не забрасывают свою консоль А продолжают над ней работать Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к эмуляторам Эмулятор у нас здесь работает просто отлично Каких-либо вопросов у меня не возникало Все игры идут плавно И так, как на оригинальном железе Давайте посмотрим несколько из них ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас два эмулятора геймбоя По сути один геймбой, другой геймбой колор Но по факту оба эмулируют обе консоли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эмулятор Sega Mega Drive здесь тоже два. Это Genesis Plus GX и Pico Drive. На самом деле Pico Drive мне понравился даже больше. Оба поддерживают и Master System, и Game Gear, и 32X. Правда, 32X здесь не играбельный, как и Sega CD. Вот так вот выглядит 32X. Дикие-дикие тормоза. То ли эмулятор, то ли все-таки консольное железо еще не может воспроизводить данную консоль. То есть играть невозможно. Sega Mega Drive здесь также проблем нет. Давайте взглянем. Есть поддержка шестикнопочного управления. Вы можете настроить любые кнопки в настройках. Соответственно, Genesis 60 FPS, Mega Drive 50 FPS. Ну, давайте какие-нибудь быстренькие игры посмотрим. Смотрим. Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... По эмулятору SNES, к сожалению, тяжелые игры идут, но не все. Например, в Star Fox у нас будут просадки FPS. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и мы подходим к самому интересному. Это Game Boy Advance и PlayStation 1. Начнем с первого. К сожалению, не все игры работают так, как надо. Например, тот же Payback опять имеет проблему, которую мы видели на LDK. Покет-Гоу. Игра не запускается. Как мы видим, здесь она просто неиграбельна. Который сладinger как два минуты титры. Покет-Гоу. Игра не начинаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сами, думаю, знаете какие... Ну вот и всё. Поиграли. Что касается PlayStation, здесь она также работает очень хорошо. Что наличие кнопок L2 и R2, а также двух аналогов, решает проблему некоторых игр, в которые раньше было невозможно играть. Итак, в Человеке-пауке, например, с помощью кнопки R2 мы спокойно можем перемещаться на паутине. Без всяких... Ухищрений. Не зажимая 33 клавиши. BUSH и даблайт с прошлой консоли не тянули в 60 фпс всегда. Были всё равно просадки до 40 кадров в секунду. Здесь же мы видим стабильные 60. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поэтому если протестировать какие-то игры, наверняка их будет больше, чем одна В Колин МакКрейрайле 2 FPS тоже проседает, но остается на более-менее играбельном уровне Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Самое интересное, что здесь есть вибрация Например, ее можно использовать только в тесте управления Эмуляторов, которые используют эту функцию, я не нашел Возможно, они будут в будущем как-то задействованы Я очень надеюсь, это один из потенциалов консоли, который так и не раскрыт Также, несмотря на то, что на упаковке у нас надпись О максимальной поддержке 64 карт, я, например, спокойно играю со 128 И при этом она даже не задумывается, так как это делает LDK Что касается габаритов, вот так вот они различаются с LDK Даже я бы сказал, что LDK потолще Ну и дисплей в RG350 гораздо больше Ну, конечно, элемент портативности немножко так утрачивается Итак, вот такой сегодня у нас получился обзор на RG350 Что я могу сказать, подводя итоги Консоль мне понравилась Конечно, очень приятно, что китайцы до сих пор допиливают прошивку И регулярно выпускают новые версии билды Чинят, доделывают, но вопрос, когда они остановятся Ведь, как известно, китайцы могут поддерживать-поддерживать И резко поддержку эту прекратить И то, повыпустить новое устройство Потому что в этом они, допустим, что-то не могут сделать Конечно же, консоль не лишена недостатков О них мы поговорим позже Но также есть и преимущества Во-первых, это полноценное управление PlayStation 1 Это две пара шифтов, два аналога И достаточно идеальная эмуляция практически всех игр Которую я тестировал Есть, конечно же, в библиотеке, возможно, какие-то игры, которые я и охватил А теперь давайте поговорим о недостатках Во-первых, это то, что консоль, конечно, еще не допилена Например, у нее не используется аудиовидеовыход И хоть китайцы и говорят, что в будущих прошивках это исправят Они могут всегда ее прекратить Выпустить новое устройство с уже изначальной поддержкой видеовыходов А на это просто сослаться то, что данный чип, данная плата не поддерживается И мы не можем это никак завести И, в принципе, все это сойдет на нет Также не идеальная эмуляция Game Boy Advance Несмотря на то, что PlayStation 1 работает идеально Game Boy Advance по-прежнему имеет те же проблемы Что и со времен LDK, Pocket Go, BitBoy, ну и, собственно, всех консолей, которые построены на данной платформе По аккумулятору достаточно автономная штука Все-таки аккумулятор справляется со своей функцией Как написано, конечно, не до 6 часов, но работает намного дольше, чем тот же LDK или BitBoy По поводу эмуляции также здесь не идеально работает SNES Например, тяжелые игры, такие как Star Fox, Tune Trace, которые использовали дополнительный чип Здесь, конечно, идут с просадками до 30 кадров в секунду В принципе, это играбельно Но на глаз это может кого-то испортить его эстетическое удовольствие Если такие ценители здесь есть В целом, я говорю, что консоль, конечно же, заслуживает внимания Это огромная работа, это новый процессор Это увеличение оперативной памяти Дало только плюс Эмулятор работает стабильнее Сама эмуляция намного лучше Но косяки остались По-прежнему И также, я говорю, плюсом является то, что консоль пока поддерживается, обновляется Да, пускай здесь слишком заморочено Каждый раз ее разбирать Доставать флешку Прошивать Но хотя бы так Это лучше, чем здесь была бы как в Pocket Go Одна флешка и на игры, и на прошивку Мне все-таки нравится, что здесь используется их несколько Ну и, наверное, главный минус, почему не всем подойдет эта консоль Это цена За свою цену чуть-чуть добавить можно взять, например, консоль на андроиде Паук Киди X18 Которая будет эмулировать гораздо больше платформы А те, которые здесь есть, будут эмулировать гораздо лучше Я не сталкивался с ней У меня есть NVIDIA Shield На андроиде И с Паук Киди, насколько я смотрел обзоры Ну, конечно, там не идеально Все-таки процессор там не справляется с нагрузкой Это не GXD на андроиде А все-таки какой-то бюджетный вариант Но, опять же, они практически в одной ценовой категории Функциональность там гораздо выше, чем здесь Насчет портативности также ничего не скажу Ну, по размерам, по эргономике В принципе, все хорошо Единственное, здесь слегка неудобная крестовина Если кто-то играл в Nintendo 3DS оригинально Вы поймете, что крестовина здесь расположена достаточно низко И лично у меня пальцы уставали С другой стороны, вы можете, конечно, перенастроить управление на аналог Тогда все будет гораздо веселее От себя скажу, что консоль мне понравилась Я, скорее всего, ее буду использовать как основную Потому что пока на данный момент ничего лучше нет Есть консоль на Raspberry Pi Но там, опять же, неполноценное управление Там один аналог и одна пара шифтов Опять же, полноценно в PlayStation игры не поиграть Ну и также экран там гораздо хуже, чем здесь На этом, пожалуй, все Смотрите сами, покупать, не покупать По поводу цены я уже сказал Эта консоль не для всех Если бы они ее сделали как RG300 по цене Как LDK сейчас Можно найти за 2-2.5 Так же, как и PocketGo Тогда бы это был хит Если вам понравился обзор, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите свои комментарии обязательно По поводу этой консоли Ну и, в принципе, китайской промышленности У меня на этом все Всем до встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok